Итак, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы сосредоточиться на ЦСКА, который официально объявил о подписании Хесуса Медины, парагвайского полузащитника, который ранее выступал за Нью-Йорк-Сити, ну а сейчас стал новичком армейского клуба. Так скажем, не избежал этот парагвайц призыва в российскую армию, и давайте обсудим, каковы мнения иностранных фанатов и что думают зарубежные пользователи интернета касательно данного трансфера, касательно переезда парагвайца в ЦСКА. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комменты на данную тему, ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания BaltBet, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте BaltBet, а также введете промокод FUTBOLKALUZK, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Дуглас АЭС-150. Успехов и удачи Хесусу! Надеюсь, что ошибаюсь, однако думаю, что российский футбол не для него. Ну, хотелось бы отметить, что многие парагвайцы все-таки неплохо показывают себя в России, и тот же самый защитник Динамо Бальбуэна, и тот же самый Мельгарехо стал своим в нашей стране, поэтому не думаю, что у парагвайцев есть какая-то антипатия к российскому футболу, и хочется верить, что Хесус покажет себя. МЛС-трансфер. Переход в ЦСКА – отличный шаг для Медины. NUSFI написал, «Медина действительно сделал хороший шаг. Надеюсь, что все у него сложится хорошо. У него контракт на 3,5 года, так что в Еврокубках он наверняка поиграет. А дальше, надеюсь, уйдет из ЦСКА на повышение». Ну, посмотрим. ЦСКА нужно сперва попасть в Еврокубки. Но мне кажется, что за 3,5 года хотя бы разок Медина уж попробует вкус европейских турниров. Я думаю, что ЦСКА все-таки по-хорошему в Еврокубки должен возвращаться. Как-то не солидно для такой команды не попадать на континентальные турниры. Штайгер Густаво написал, «Не думаю, что он адаптируется к российскому климату. Ему будет тяжело». Ну, всем латиноамериканцам тяжеловато в России, но, с другой стороны, вот Мельгареху в Москве играл и даже с короткими рукавами порой в зимние времена выходил на поле и играл. То есть в декабре я помню фотографии, где Лоренцо как раз-таки одет был полегче, чем многие россияне. Поэтому порагвайц-порагвайцу рознь, как говорится. Хуан Гелво написал, Ну да, прям парагвайское вторжение какое-то началось в нашем футболе. Андрес Ца написал, «Парагвайские футболисты думают только о деньгах и выбирают любой дерьмовый клуб, где им будут хорошо платить». Ну, это как бы ответ на предыдущие комментарии, но все-таки мне кажется, что российский чемпионат – это не такая глухомания, не такая деревня, чтобы подобным образом к нашим клубам относиться. Аранда. Кстати говоря, Медину будет тренировать Алексей Березуцкий, отыгравший в ЦСКА аж 18 лет. Ну вот, запоймите ли этот нюанс иностранные фанаты. МЛС ФРА – селекционеры клубов из топ-5 чемпионатов Европы – просто клоуны, поэтому Медины едет именно в ЦСКА. Стоит ли надеяться, что он расцветет в таком специфичном чемпионате, как российский? Там дальние выезды, холод и совсем другая культура. Ну, не знаю, видимо, не такие дураки там в больших чемпионатах селекционеры, раз это большие чемпионаты. Видимо, не удовлетворяет Медина требованиям топовых европейских лиг. Ну, а касательно адаптации, вроде как у Медины жена наполовину украинка и говорит вроде как по-русски, поэтому, возможно, адаптация будет не такой сложной в плане культуры. Хосе Веласко написал, в Нью-Йорк-Сити Медина не показывал того, чего от него ожидали. Только в первом сезоне он постоянно играл в основе. А так, у него никогда не было стабильности. Вот поэтому ему и позволили уйти свободным агентом, не предприняв никаких усилий по переподписанию контракта. Ну, не знаю, я бы не сказал, что в прошлом сезоне МЛС Медина был каким-то резервистом или хотя бы игроком ротации, один из лучших бомбардиров, чемпионов МЛС. Поэтому, не знаю, странное мнение, если честно. Хаби Портаблес написал, Крутой трансфер для ЦСКА. Молодой игрок, хорошо проведший прошлый сезон. Вот опять же, на тему прошлого сезона. По-моему, он там хорошо играл. Ставший победителем Кубка МЛС и самое главное, доставшийся бесплатно. Жаль, что Нью-Йорк-Сити не смог получить за него никаких денег. Посмотрим на его адаптацию в России. Майор Реносо написал, Надеюсь, что в России Медине удастся достичь большей стабильности в своей игре, чем то, что было в Нью-Йорке. Потому что именно этого не хватало ему в США. Ну, посмотрим. Нестабильность – это частая проблема латиноамериканских игроков. Возможно, в России Медина ее решит. Ну и Лихтас написал, Медина заслужил этот шанс поиграть в Европе. Ну что ж, посмотрим на практике, оправдает ли он все эти авансы. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка. Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.